Властно Здравствуйте, меня зовут Алла, я из города Нарве и по профессии я пекарь-кондитер. В Лосномя я переехала 6 лет назад, в Таллине я уже живу 8 лет и сюда я переехала, потому что больше город, больше возможностей. Район Лосномя для меня стал уже своим районом. Здесь удобно, здесь я живу, здесь я работаю и здесь удобная инфраструктура и дешевая аренда. Пекарем-кондитером я стала, потому что я не хотела учиться в школе хорошо и не хотела поступать в университет. И просто вместе со всеми своими одноклассниками я пошла учиться в правтехучилище. Но я не жалею о том, что я выбрала профессию пекаря-кондитера, потому что теперь это моя работа и это моя любимая работа. Еда это произведение искусства на самом деле. На самом деле даже не обязательно учиться на пекаря-кондитера. Главное любить свое дело, уметь готовить и не бояться экспериментировать. Опыт работы. Я 10 лет уже работаю в разных фирмах и всегда накапливается опыт с одного места в другое. Все это скапливается, скапливается и в итоге это можно считать хорошей школой. Я хочу открыть свою пекарню. Сначала пекарню, а потом небольшое кафе. То есть смесь советской булочной, где все на вынос, и при этом маленького такого уютного домашнего кафе, как семейный бизнес. Да, мы откроем свою пекарню и будем делать там классический штрудель. Обыкновенные простые булочки можно сделать очень вкусными. Главное любить свое дело, с душой все делать, с отдачей. Аня бы как. Чтобы приходили клиенты и каждое утро были свежие булочки, горячий кофе. Я люблю кормить людей. Это мое. То есть я люблю, когда на кухне много народа, когда все что-то кушают, уплетают, общаются между собой. Мне кажется, что выпечка, она как нельзя больше собирает людей вместе. Молока мы возьмем стакан. 250 грамм, но можно стакан. Чтобы вкуснее было, я беру и коричневый, и белый сахар. Вобьем 2 яйца и рожей. Такие вот они у нас мягенькие, интересненькие. Теперь добавим муки. Лучше мы ее просеем. Получается сначала жидкая консистенция, но потом мы будем добавлять еще муку. У нас получится такое интересное густое тесто. Пускай она подходит, мы вернемся к нему через полчасика. Теперь главное нам раскатать его достаточно тонким, чтобы мы смогли хорошо положить яблочки. В Барселоне мы посетили очень много всяких разных кафе. Меня на самом деле поразило то, что в основном кафе построены так, что люди находятся очень близко друг к другу. Маленький столик, вокруг которого собралась целая куча народа незнакомого. И все между собой общаются. И на самом деле это очень круто. И в Эстонии вот этого очень не хватает. Надо принести немножко Испанию, в Эстонию. Не климатом, но хотя бы атмосферой. Теперь нам надо все это съесть. Потому что он пахнет очень вкусно. За пару дней до Нового года я спустилась в подвальный магазинчик. А там стоял подвыпивший мужчина в трусах, в тапках и сверху в женской шубе. Что-то покупал. Скреб монеточки. И когда я зашла в магазин и сказала, ой, пардонте, вперед. И на самом деле это было очень смешно. Потому что где еще вот так вот встретишь человека в нижнем белье и в женской шубе?